Прошу вас к нам, пока все дома, пока все дома, мы вас ждем. Всем привет, это канал Таня Плюс Танцы, наша рубрика «Пока все дома». Надеюсь, что я завершаю в таком формате свое вещание и уже перейду в режим обычных нормальных съемок. Но сегодня мы в гостях у интересного очень человека, яркого, талантливого. Это Софья Кадыкова, артистка балета, молодой, известный, яркий хореограф, куратор таких проектов, как «Большой балет» на канале «Культура», а также номинант премии «Золотая маска». Но еще Соня известна тем, что ее бабушкой была великая русская балерина, известная Софья Николаевна Головкина, которая руководила Московским государственным училищем хореографии, тогда это еще было училищем. И вот именно об этом сегодня с Соней мы поговорим, о ее детстве в училище, о том, какие отношения у нее были с бабушкой и как окружающие воспринимали внучку директора училища. На самом деле я вот только последнее время вот в Инстаграм и вот так стала, ну, как-то это популяризировать и об этом громко рассказывать, потому что после выпуска из училища и потом у меня был, наверное, какой-то вот такой протест именно на тему того, что я, ну, грубо говоря, докажу, что я сама чего-то стою. Наверное, да, как-то вот так. Получается, что с детства я танцевала сама, еще даже когда не видела бабушки, то есть мама рассказывает, что я все время на каких-то, не знаю, мероприятиях, на днях рождениях или где-то в дом отдыха мы отдыхаем, кто-то играет. И я обязательно, значит, попрыгивала и начинала танцевать и так, и сяк, ну, короче, как могла. То есть, видимо, все-таки гены, гены дают о себе знать, потому что тогда я еще, конечно, не понимала, что такое директор балетного училища, вообще что это. Естественно, родители на это смотрели и понимали, что ну вот, конечно, внучка, великая балерина, что же еще делать, как не танцевать. Дальше мама ведет меня в какой-то танцевальный кружок, где я уже с другими детьми танцую зайчиков, там, я не знаю, утят, ну или чего там танцуют в детских стадах, я не помню. И вроде как хорошо получается. Следующая ступенька, это меня отдали в школу классического танца Геннадия Ледях и Ларисы Ледях. Эта школа существует до сих пор, я там проучилась почти, по-моему, два или три года, начальные классы, и уже как бы там был такой полноценный балет, то есть, ну, уже лицом к станку делали, ну, как обычно, Батман Тандю, Плие, ну и все такое. Но в училище же берут с пятого класса общеобразовательной школы, да? А здесь получилось, что я отучилась в первый класс, то есть мне было как бы шесть лет, я пошла в первый класс. Второй класс я отучилась в ЗИЛе как раз. И дальше я сразу поступила в пятый класс, то есть первый класс училища, перепрыгивая в третий класс. И это было на самом деле сложно, потому что мне все лето происходилось заниматься общеобразовательными предметами. И можете представить, что я там сидя на даче у знакомых, меня сдавали, мама сдавала меня знакомым, и каждый день после завтрака я садилась. Как это вообще происходило? Раньше же интернета не было, у меня был набор учебников за третий класс. Я должна была полностью всю программу третьего класса пройти сама за лето. Вот объясни мне, перепрыгнула просто. Сначала меня туда взяли. И я помню, что когда во втором классе у нас был экзамен в ЗИЛе, как раз по классу Ларисы, в людях я училась, у нас было так смешно, мы сначала делали партерный урок какой-то на полу гимнастик, типа там колечки, там еще что-то, потому что мы маленькие, сколько? Вот мне было 7, где-то, наверное, 8 лет, не знаю, как-то так. Потом у штанка буквально пара движений, и потом Лариса Авдахатна сделала такую, как танцевальную композицию по Days of Bass, какая-то, Гонни, и там был такой микс музыкальный. И когда, знаешь, у нас сначала эти маленькие детишки с пучками, они там серьезно гнут складочку, как могут там, тянут ногу, знаешь, а тут в конце они расслабляются, включаются Ace of Bass, представляешь, там, это 90-е годы, и мы начинаем... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам скакать так, и вот так какие-то движения вот такие, где смешные, в купальничках. Ну, короче, мне кажется, что, может быть, этим-то я всех и зацепила. На этот экзамен как раз, вообще это было невиданное событие, на этот экзамен приехала Головкина. То есть можешь себе представить, что директор московского училища садится, не знаю, в свою правительственную... Ой, не правительственную, но как это называется? Служебную машину. Да. И едет на автозаводскую, в культурный центр ЗИЛ. Поднимается на четвертый этаж. Ты была в ЗИЛе, тогда еще попробуй подняться на четвертый этаж. С ума сойдешь. Отдышка начинается сразу. Для того, чтобы посетить экзамен второго класса маленьких детей. Ну, правда, конечно, с большой оговоркой, что в этом классе учится ее внучка. Как бы давных у меня каких-то супергениальных не было. Я маленького, очень роста, всегда была самая маленькая. Очень достаточно широкая грудная клетка. То есть не очень длинная шея. Не могу сказать, что я там... Ну, шпагатов у меня почти никогда не было, но я очень мягкая, я очень хорошо гнулась, там, знаешь, вот это вот... Что само шло, то я хорошо делала. Что не шло, я не делала. И как раз после этого экзамена Головкина сказала, что да, да, берем, берем ее, пусть, значит, приемная комиссия, пусть номер подготовит. Знаешь, как обычно всегда танцуют какой-то номер дети на импровизации. Ну, обычно все готовят. Полечку там, я не знаю, русский танец или еще что-нибудь. Это же третий тур. Третий тур, там, где сначала хлопают, проверяют, как ты слышишь, ритмику. Ну, как бы я это все хорошо слышала, слава богу. Здесь, я думаю, проблем нету. И номер. Я решила, что я буду танцевать индийский танец. Не просто так, а индийский. У меня в это время дядя мой работал шесть лет подряд в Индии. И они жили в этой Индии со всей семьей, привозили нам какие-то индийские платья, привозили какие-то невиданные совершенно майки разноцветные. И еще привозили нам аудиокассеты с индийскими песнями. Потому что, конечно, таких видеомагнитофонов не было, индийских фирмов мы не видели, но мы их слышали на аудиокассетах. И они, знаешь, вот эти все болевуты. И мне они очень нравились. Они были такие зажигательные. И я решила, что да, это то, что мне нужно. Я буду танцевать индийский танец. Я не знаю, как я это решила. И причем я была уверена, что мне не нужно репетировать, что я буду импровизировать. Понимаешь? То есть я выбрала себе композицию. Там же дети с кассетами, как-то раньше приходили, кассету отдают, типа, тебе нажимают. И там заиграла что-то там. Ичи-ичи. И я что-то вызывала. И почему-то помню, что мне казалось, что самое главное индийское движение, покажу, это как-то вот так делать. Комиссия была, видимо, в шоке. Но меня взяли, взяли. Ну, конечно, я не исключаю, что это был блат. Но что я могла сделать? На тот момент я не понимала, что такое блат. И была очень рада, что меня взяли. Перейдем сразу к тому твоему этапу. Ну, ты поступила, ты училась, бабушка была директором. И вот кратко о том, о ваших отношениях с бабушкой, чтобы все понимали, что ты, мне относилась как королевик, как ты писала о себе в соцсетях. Надо сразу сказать, что с бабушкой я общалась достаточно мало. Достаточно мало, как сказать, для нормальных отношений с бабушкой. Вот. То есть, я жила в одной квартире вместе со своей мамой и маминой мамой. То есть, моей бабушкой как бы по маминой линии. А Головкина, Света Николаевна, жила с моим папой в совсем другой квартире на Старом Арбате вместе с дедушкой. Это такая большая, как историческая, практически музей, квартира, которую получили, как раз дедушка получил после войны, за заслуги. Когда началась моя учеба в училище, я практически туда вообще не ездила, в эту квартиру, потому что у меня просто не было времени. И если мы общались с Софьей Николаевной, да, с бабушкой, то это все общение проходило у нас в стенах Академии. Очень часто было так, что она, например, сидела в своем кабинете, и, может быть, у нее был какой-то перерыв, и она думала о том, что так, пообщаюсь кляж с Соней. Она звонила секретарю и говорила, вызовите мне Сонечку. И я сижу на какой-нибудь математике или на чем-нибудь, где-нибудь, на историческом танце заходил инструктор, у нас были такие инструкторы на этажах, инструктор в зал или в класс, говорил, Гайдукова Гайловкиной, и я бежала. Посередине, просто вот мимо комбинацию танцуешь, все, ушла, ушла. Приходила к ней, ну, в чем было, знаешь, в купальнике или как могла. И она мне, детечка, садись. У нее в кабинете был такой столик, тоже ретро-старинный антикварный мебель, круглый, и она очень любила есть творог. Творог с сахарком и в красивых чашечках пить чай с молоком. Я ненавидела чай с молоком и не переваривала творог, но, как понимаешь, сделать я ничего не могла. приходилось сжрать это. Ну, и, конечно, это было достаточно официально. То есть мне было прям, наверное, страшно, некомфортно. У нас никогда не было с ней таких отношений, что я, бабушка, дай я тебя потискаю, знаешь, там, обниму, свяжи мне носок, скипяти мне чайник, там, я не знаю, свари мне сырник, или что там, пожарь сырник. То есть таких отношений у нас никогда не было. А сегодня моему сыну рождение. А сегодня моего сына рождение. А это его дочка. Это моя лапочка. Да, ну, скажи, здравствуйте. Здравствуйте. И скажи, что мы очень рады. Мы очень рады. Что нас пригласили. Тебе понравилось твое сегодняшнее выступление? Не очень. А что не понравилось? Ну, не знаю. Там нас всегда, там их нет еще. Да, да. Спасибо. Ничего, она, понимаете, все очень волновались дети. Во-первых, для них необычные сцены, мы привыкли в театре, а во-вторых, и большой зал, и публика новая, и потом это же все-таки Германия. Так что ничего, они молодцы все. Спасибо вам. Спасибо. Помню, что она еще все время спрашивала, типа, как мое здоровье, не заболела ли я. Иногда кто-то пробегал мерить мне давление почему-то. И если я вдруг, не знаю, у меня всегда низкое давление, 90 на 60. Все сразу начинали вот так и бегать. И клали меня в изолятор. Ого. Это вообще, это отдельная тоже песня, на самом деле, это много, очень было часто. В какой-то момент я просекла эту фишку и стала ей пользоваться. Прикольно. Вместо того, чтобы заниматься или что-то делать, тебя как бы под белые рученьки ведут в медицинскую часть, у нас такая была в училище, дают себе какую-то аскорбинку вкусную, потом что-то наливают, типа, электрококс, знаешь, и кладут тебя в изолятор, там были прям комнаты с кроватями, и ты лежишь там до вечера, а потом идешь домой. Еще раз скажу один смешной случай, тоже связанный с моим посещением кабинета Головкиной. У нее кабинет находится на первом этаже училища, и огромные стеклянные окна ее кабинета выходят во внутренний дворик училища. Представляешь, что академия, точнее, академия, да, уже, она имеет квадратную форму, да, вот квадрат, и внутри дырка, внутри дырка — это внутренний дворик, где можно гулять, там как бы такая площадочка, растут пусты, сирени везде, и вот, значит, я на этой внутренней площадочке гуляла. Окна у Головкиной были, значит, большие, в пол и распахнутые, потому что это была какая-то весна, что ли, и я, я не знаю почему, я там прогуливалась, 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 смотрела, как парни играют в футбол, и в какой-то момент я, типа, там, повернула голову, да, и смотрю, Головкина сидит в своем, да, кабинете за столом, и, значит, на меня, типа, смотрит, а я вот там, как ты, в окне гуляю. И мы, значит, друг друга машем, я тоже ей машу, и я просто пока ей махала, я не заметила, что кто-то из парней дал пас мячом. И я ей машу, и мне просто прилетает этот мяч в лицо, вот так. У меня, значит, я там, это как-то что-то происходит, Головкина, вот у него такой шок, и она, короче, вылезает в окно, типа, иди сюда, что случилось, там, глаз живой или нет, затаскивает она меня в это окно, парни, мальчик, который дал пас, просто уже попрощался с жизнью, уже собрал вещи и убежал. Ну, потом уже в старших классах был период, когда я с ней даже репетировала, и она приходила на репетиции, мы с ней репетировали вариацию из Адана, это ПДД на музыку Адана, которую она поставила в ее хореографии, коду, вариацию, что-то такое мы репетировали, но, честно говоря, мне это было уже, наверное, 14 или 15, может быть, лет, я вообще почти ничего не помню из тех репетиций, то есть я не помню, что она мне какие-то там конкретные замечания говорила, я не помню, о чем мы вообще с ней разговаривали, вообще, вот я помню, что мы репетировали, и репетировали этого Адана, то есть я, конечно, безумно жалею о том, что там в то время не было телефонов, которые можно было поставить и все это записывать, чтобы впитывать и как-то, чтобы это все-таки осталось и как история. Но, к сожалению, этого не было, а мой мозг это стер. А вообще, вы с ней когда-то говорили о будущем в профессии, там, где ты хочешь работать, я не знаю, какие-то такие вещи? Ну, может, иду, нет, либо ее не помню, опять-таки, то есть я бы проговорила бы с ней сейчас, я бы расспросила бы ее обо всем, и я бы не стеснялась, я бы задавала ей вопросы, телепала бы ее, и сама бы постоянно бы к ней приходила на прием, и сидела бы, высиживала, и всячески трясла, трясла ее за... чтобы она мне рассказала, как это было, как правильно поступить, как она поступала, как танцовщица, как она потом поступала, как педагог, как директор, это же огромное кладезь знаний. Но в то время мне было 15 и так далее, 16 лет, да, она умерла, когда мне было 16 лет. 16, наверное, уже 17, да. Ну, представляешь, что такое 17 лет? Да, ну, блин, когда ты только выпустился из училища и пошел работать в труппу, у тебя вообще совершенно другие приоритеты, ты думаешь, что родственники, родители, бабушки, дедушки вечны, и что да-да-да, я все успею. Естественно, ну, она ушла из жизни, и по факту ничего, я не успела с ней поговорить. А тогда, я говорю, я действительно стеснялась, у нас не было таких доверительных отношений и родственников, и всегда это было очень на дистанции. Вот действительно, она внешне очень похожа на английскую королеву, всегда были какие-то вот такие именно ритуалы, как с английской королевой, там, типа, Никсон, Реверанс, сели там, вся, все. До того, что, когда она ушла, в последний год, тебя стали терроризировать. Почему так, ну, что это за такая политика, и кто эти люди, почему они против ребенка, который, в принципе, не виноват, начали всю эту политику? Для них, наверное, они считали, что я при чем? Я при чем, потому что я внучка, я при чем, потому что я, наверняка же многие считали, что я по блату поступила в училище, что я по блату там училась. Когда пришел другой директор, многие хотели, может быть, как-то услужить новому директору, да, чтобы сохранить свое рабочее место или сохранить рабочее место своих, там, не знаю, детей. Я, в общем-то, ну, наверное, не держу ни на кого зла, потому что каждый, ну, типа, себя пытается как-то обезопасить и не потерять работу. Понимаешь, это же все-таки театральный мир, при всем при этом это театральный и балетный мир, и запулисье, и интриги, это неотъемлемая часть нашей профессии. Я говорю, мне в этом случае больше всего жалко, что пострадали мои подруги, родители которых говорили. Я дружила с девчонками, с одноклассницами, их родители вызывали, наши педагоги, и говорили о том, что девочка ваша не должна общаться с Соней. И что в результате? Мне они как бы открыто ничего сделать, ну, как особо не смогли, скажем так, ну, кроме какого-то психологического давления. А девочку эту зарубили, поставили под рояль, не давали ничего на госэкзамене сделать, и просто по факту человека, может сказать, ну, лишили профессии. Знаешь, как важно на госэкзамене, чтобы тебе дали какие-то сольные куски, сложную технику сделать. А когда тебе педагог ничего не дает, никаких сольных кусочков там в пальцах, да, или там в прыжках больших, то комиссия тебя не замечает. Соответственно, твои будущие работодатели думают, ну, раз тебе ничего не дали, значит, ты ничего не умеешь. Они приглашают тебя на работу. Многим ничего не давали, и не только из-за меня, да. Педагог вел определенных людей в классе, которые считала за лидеров, и, возможно, это правильно, но остальные шли как бы, знаешь, это. И вот эта интересная история, кстати, Настя Винокура писала тоже его в Инстаграм своем. Настя и Юлия Уткиной им не разрешили делать по диагонали двойными. То есть, знаешь, как бы сначала там просто одинарные турпике делают, потом там типа один двойной, а потом, значит, там уже солисты двойными фигачат. А они могли сделать двойными, а им не разрешили. И они договорились между собой. Я представляю, как они вообще могли до этого додуматься, и какая должна быть сила характера. Они во время госэкзамена вышли и сделали все двойными. Еще я вчера, когда слушала ваш эфир, меня, конечно, очень удивило, ты говорила про похудение, что вас заставляли худеть, и про педагогов, которые вам подсказывали, как худеть. Это действительно существовало такое в открытую? Мне в данном случае не повезло, потому что у меня все откладывается куда надо. Куда и в обычных людей откладывается. И я далека от идеальной формы балерины. Когда начался какой-то переходный период в училище, то все поперло. Ну, мало того, что ты безумно начинаешь этого стесняться, но и представь, что ничего не было, и вдруг выросло, да? Мне кажется, что и в обычной школе девочки это могут стесняться, а здесь, когда ты каждый день приходишь в купальники без всего, да? В общем, в переходный период, естественно, всегда нужно было мне худеть. Надо мной постоянно висела эта история, еще из-за того, что у меня маленький рост. Знаешь, есть такая таблица балетная специально, когда можно посчитать, сколько ты должен весить по балетным меркам. Вот у меня был рост где-то 156-157, помню, что было 156,5, минус 10 килограмм, да? Ой, минус 20 килограмм. Я должна была весить 36,5 килограмм. Я весила 46, на 10 килограмм больше. При этом я не могу сказать, что я выглядела толстой. Это был мой самый маленький вес за всю мою жизнь. У меня достаточно тяжелые кости, я как бы действительно тяжелая, я мышечная такая. И еще такая штука, что когда ты сдаешь экзамен, там есть такая таблица, и пишут рост и вес жирным. То есть зачастую не смотрят на то, как ты выглядишь, да? А смотрят на то, сколько ты весишь. То есть... Ну и короче, как похудеть? Уже, естественно, мы ничего не жрем, мы занимаемся с утра до вечера. Я помню, мы с подругой покупали гематоген такой, знаешь, желтый в аптеке. Делили его пополам, и каждый день была половинка гематогена. Потом, да, просто откровенно педагоги говорили, типа, что ты не похудеешься? Пей слабительное, вот пей мочегонное. Сначала начинаешь с полтаблеточки. Раз, полтаблеточки примешь на ночь, пописаешь ночью, просыпаешься утром, приходишь на класс, у тебя, о-о-о, ты так похудела, сразу раз, в подкорочке. Надо продолжать. Еще, 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 еще. И я помню, край, самый край, это перед взвешиванием на третьем курсе, вот как раз финальное взвешивание перед выпускными экзаменами, и выпила 12 таблеток фуросемида. Я, конечно, я не знаю, как я не умерла, мне кажется, даже никому не рассказывала эту историю, потому что, ну, у многих побочные эффекты были очень сильные. Я знаю, что там девочка одна выпила две таблетки, ее там увезли на скорой, потому что, что это? Это вымывается вся жидкость из организма, который просто есть. Очень страшно, потому что у тебя начинает все сводить. ты как бы руку поднимаешь, она у тебя вот так вот скукоживается, ты ногу вытягиваешь, а у тебя стопу сводит, и ты начинаешь ее колоть, чтобы как бы она разошлась, потому что все сохнет, сохнет, сохнет. Я не знаю, как мой организм выдержал эти 12 таблеток. Я пришла вот такая, за ночь мне просто не стало, черные, синяки под глазами, и вот это было взвешивание, эти были мои 45 килограмм, с половиной, наверное, я была счастлива, но, благо, после этого у меня хватило мозгов пойти напиться воды, пойти нормально поесть. Не знаю, Тань, понимаешь, в то время не хватает знаний, не хватает сил делать, может быть, все по-правильному, может быть, если бы у нас были какие-то диетологи или психологи, которые бы с нами работали, и которые бы смогли распределить вот этот вот период диеты, я не знаю, на весь год, сказать интересные, мне кажется, я вот не знаю, есть ли сейчас такие концерты в училище, как были раньше. Мы, дети, устраивали концерты для педагогов. Это когда на какие-нибудь праздники, типа 8 марта или там Новый год, каждый выбирает себе какую-то вариацию, которая хотела бы станцевать, но, естественно, все выбирают балеринские вариации, сама понимаешь. У кого-то дома какие-то костюмы, у кого-то какие-то пачки, кто-то сам себе шьет дома на машине какой-то костюм. И, в общем, кто во что гораст начинает выступать. Самое было смешное, что это не просто концерт, а обычно были ведущие. И в то время был очень популярен дуэт Кабарет-Дуэт-Академия Лолита и Саша. Ты помнишь? Так вот, я была, естественно, Сашей Цекало, а девочка моя одноклассница Шура Котова, она была Лолитой, она была выше меня, у нее было такое черное барханное платье, а я, знаешь, была в красном пиджаке, так вот как-то вот так зализано. И мы вели этот концерт, таких концертов на самом деле было много. Вот первый мне вот с этим Кабарет-Дуэт этот академия очень сильно запомнился. И мы что-то там вели-вели, потом каждый ребенок танцует вот что может. Кто-то Лебединое озеро, кто-то Дон Кихот. В общем, наши концерты класса начинались с того, что мы приглашали педагога по классике, я не знаю, классного руководителя, потом приглашали всех остальных педагогов, потом все прознали про наши концерты и стали приходить другие классы, потом другие классы, потом в один маленький зал балетное училище не стали помещаться зрители, и нам вообще невиданно разрешили проводить концерт в большом зале. И в общем, дело кое-что с тем, что уже на финальный концерт приходила сама Головкина на детский. Мы там танцевали сейчас очень известный блогер и есть мама Бонд Вероника Аникина, она сейчас мать четырех детей, так вот мы с Вероникой танцевали русский перепляс, это на самом деле такой народный номер на двух мальчиков, и мы его делали на двух девочек с присядками, знаешь, прям это с хлопушками, вообще по полной, птичку я прыгала как-то, не знаю. И в общем, дело кончится с тем, что этот номер так нам удался, что этот номер был поставлен в концерт производственной практики, и мы его очень долго в практике танцевали, даже на какие-то гастроли ездили, тоже его танцевали. Пока все дома, пока все дома, мы вас ждем. Друзья, и у меня анонс. 9 июля состоится онлайн-премьера танцевального спектакля For Sale. Авторы Софья Годыкова и Константин Матулевский. Все собранные средства пойдут на благотворительность, так что запоминайте дату и следите за новостями в инстаграме Sony. Я готовлюсь к обычным съемкам, уже вот продумываю график на лето, чтобы это были познавательные, интересные и разного формата съемки, не только режим интервью. Подписывайтесь, оставайтесь, хорошего вам настроения. Игорь Негода.